Вуди Аллен Вуди Аллен Так что где-то 40 лет Да, это отвратительно И все это в поместье Эпштейна, где он сфотографирован и с другими людьми Включая миллиардеров, крупных венчурных капиталистов и сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана Бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака И Леона Блэка, сооснователя гигантского Apollo Global Management Итак, Уитни, вчера я готовился к эфиру с тобой и читал всякое Я наткнулся на клип с Ми Ферроу, которая, как ты знаешь, удочерила Да, Суни Превен и ее дочь Дилан Ферроу были разглянны Знаешь, когда пытаешься разобраться в таком... Я наткнулся на ролик из 90-х, который был слит... Я не видела его, но я слышала о нем Я показал его вчера Пату Меня захлестнули эмоции при подготовке к эфиру Так как Ми Ферроу говорит с Вуди Аленом И она рассказывает... Меня прямо сейчас захлестывает Она плачет Не забудьте, что это ее приемная дочь И она описывает сексуальное насилие, которое он совершал с этой 7-летней девочкой И Пат услышал это и был в шоке Нам пришлось прослушать дважды Итак, это оно Это запись прослушки телефонного разговора Вуди Алена с Ми Ферроу И они говорят о Дилан, которой тогда было 7 лет И через что она... Давай, включим Я хочу остаться друзьями, а ты меня не пускаешь Ты должен К этому мы уже не вернемся То, что ты сделал с Ун и... То, что ты сделал с Дилан То, что ты сделал с Дилан Дилан еще ребенок Как ты мог с ней такое сделать? Я не знаю, что там именно было Но я знаю, что Дилан мне рассказала А ты мне только врал То, что Дилан рассказала мне, правдоподобно Но ты же знаешь, что я не... Нет, я этого не знаю, Вуди Я всегда беспокоилась по поводу тебя и Дилан И я не знала, что доктор обязан был сообщить об этом властям Я не знала об этом Я просто хотела убедиться, что она в порядке И она не в порядке, Вуди Она ходит по дому, держась за свою вагину Она спит со мной Она боится тебя Ты причинил ей боль И теперь я и себя чувствую виноватой Что не была там и не защитила ее Она сказала Мама, ты мне не помогла Она сказала Папа не должен был этого делать Он не должен был сделать со мной такое Если бы ты ее услышал То ты бы взвыл И не захотел бы жить после этого Потому что я не знаю, как ты можешь жить с тем, что ты натворил Да уж, это цепляет Да, когда слышишь такое Я не могу Это просто эти люди Ничего не произошло Пап, не тюрьмы Вуди Аллен все еще на воле Этой бедной девочке сломали всю ее жизнь Этот остров Эпштейна Все эти девочки, все эти дети Никакой ответственности Эти люди спокойно гуляют Ничего не произошло Только двое попались Синди МакКейн В январе 20-го была Она перед стадионом Полным людей сказала Мы все знали, чем занимался Джеффри Эпштейн Да Все эти люди знали И все эти люди после того, как его арестовали Такие Ну, я не знал Мы просто делали деньги Вот почему меня так выбесило Что как Уолл-стрит-джорнал написал Так как они даже не упоминали, что Вуди Аллен Как он женился на Сун и Преван Они вообще не упомянули о Дилан Фэрроу Но Ама Хуамски спросил об этом Он ведь такая икона прогрессивистов А он такой Вуди Аллен Великий художник Не спрашивайте меня о моих вечерах с великим художником и осужденным педофилом Знаете, это... Это отвратительно И откровенно говоря, в своей книге я пишу о том, что операции такого рода Будь то Эпштейн, будь это франклинский скандал Такое происходит уже давно И даже бывшие ЦРУшники, вроде Джона Кириаку, сказавшего, что... Ну, когда мы хотим завербовать источник, а он просит ребенка для секса, то мы даем ему его Невероятно Зачем мы это делаем? И именно поэтому я... Это так бесит, что американцам продали эту идею, что их правительство, их разведслужбы и их армия ничем таким не занимаются И я думаю, что уже пора, но знаете, мы на самом деле являемся олицетворением тех ценностей, которые пытаемся показать миру, и которые вроде как нам присущи, или же нет? Я так не считаю, потому что мы допустили к управлению страной буквально монстров и преступников, а люди ведут себя так, как будто все нормально И пока мы ведем себя, ну, знаете, ну, я же ничего не могу поделать Нет, ты многое можешь сделать, и первый шаг — это разозлиться Кстати, она по поводу этого клипа говорила? Да Можете его включить? Можете, да? Это было спрятано на виду, Эпштейн прятался на виду, мы все знали о нем, мы все знали, чем он занимает дворцатый Но у нас не было никого, у нас не было законного повода преследовать его, они все его боялись, по какой бы то ни было причине, но они его боялись Маккейн и Байден не были связаны напрямую, так что получается, что она говорит, что весь этот чертов сенат был в курсе И ничего не предпринималось По мне это какое-то безумие Это пугает, и так или иначе я, и отпад, сириец, и мы оба христиане И что я хочу сказать, ничего не произошло с этими людьми, они всегда выходят сухими Были только эти двое, Эпштейн и Гислейн, ну, эти-то не могли не поплатиться Но, как христианина, единственное, что меня успокаивает, что если ад существует, то они туда попадут Потому что у Матфея, по-моему, во главе 18 Матфея, говорится, что если кто-либо, это Бог говорит, Иисус говорит, а кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской И это единственное, что меня успокаивает, что если ты это совершил, то правительство тебе ничего не сделает, они все под защитой Но Господь однажды покарает этих людей, и я на это надеюсь И дело в том, что почему мы позволяем правительству, которое занимается таким дерьмом и элитам, которые хотят ради денег сотрудничать с человеком, который зарабатывает таким способом И все для того, чтобы избежать налогов, или заработать пару миллионов и тому подобное И ради этого они согласны поддерживать такое Почему американский народ находится в состоянии бешенства по этому поводу? Это сводит меня с ума Одна из причин, по которой я переехала в Южную Америку, это потому, что вот я, мне 33, я миллениал, и я уехала, когда мне было около 20, так как я знала обо всем этом дерьме А все моего возраста такие, да, мне плевать, пока есть Нетфликс и пиво И знаете, таких американцев и сейчас немало И все это, я не знаю, это... Все меня очень злит, так как я была очень близка со своими стариками Они так сильно любили эту страну, и если бы они только знали... Если бы они только знали обо всем этом, я рада, что они не успели застать Казарствием небесное Это все так печально Именно поэтому я считаю, что ты воодушевляешь многих других, которые хотят быть как ты Как я уже говорила, первый шаг это разозлиться Так много американцев выхолощены всеми этими боевиками, смерть, секс и тому подобное Первый шаг это перестать быть таким бесчувственным и разозлиться Взбеситься по поводу происходящего И то, что происходит со всеми, если мы говорим об Эпштейне или Вуди Аллине Это же дети Дилан Фэрроу было семь, но в документах суда сказано, что он интересовался ей сексуально, когда ей было от двух до трех И это парень, которого люди называют великим художником, расхваливают и защищают Это мерзко И, ну знаете, два приемных ребенка Та же Сун и Преван также была его дочерью Есть фото, где они обнимаются, когда ей было восемь или девять И он женился на ней, всем было плевать Да Типа... Ну да, потому что он же великий художник, бла-бла-бла Но так-то и Эпштейн был великим финансистом, типа того Так что-то не имеет значения В смысле, когда ты творишь такое, то ты переходишь в черту, и это было табу Это было красной чертой тысячелетиями, не просто так И сейчас это не должно отменяться Друзья Напоминаю вам, что у вас есть возможность смотреть новые выпуски на целые сутки раньше Подписывайтесь на канал Карлсон ТВ на спонсор.ру Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и вступайте в группу ВКонтакте Помимо всего прочего там публикуются выпуски Такер Карлсон он Твиттер В автоматическом переводе всего через несколько часов после премьеры Ссылки в описании и закрепленном комментарии Помните, что лучшие переводы только на Карлсон ТВ Из этих десяти организаций, этих десяти-пятнадцати имен, которые мы назвали Кто из них больше всех защищал таких, как Вуди и Эпштейна? Ну, предполагается, силовые структуры вроде как должны преследовать за такие вещи, но нет, они с ними заодно, мне кажется А кто над ними стоит и не дает преследовать, так как они тоже перед кем-то отвечают и понимают риски преследования, таких как Вуди или Эпштейн? Ну, это не просто выяснить Но подумайте по поводу Эпштейна и его досудебной сделки Прокурором был Алекс Акоста, позже стал министром труда И он рассказывал, что был вынужден подписать досудебное соглашение, так как Эпштейн был человеком разведслужб И ему сказали сдать назад, ибо это уже не его компетенция И можно предположить, что такое происходит повсеместно и неважно, что ты госчиновник И я согласен с ней Пак, посмотри на Марка Миддлтона Вспомни, когда в Арканзасе его нашли повешенным на дереве На груди выстрелы из обреза Оружие не найдено, и в итоге полиция сказала, что это самоубийство И никто не сказал, эй, стоп, как, как это вообще возможно? Понимаешь, да? Ну, в СМИ никто даже не потрудился поинтересоваться, а кем был этот Марк Миддлтон? Я уже говорила вам, что когда копаешься в этом деле с Китаем Расследования Конгресса, доклады Сената, то там повсюду Марк Миддлтон И никто ничего, даже Daily Mail молчал о китайском деле Никто не хочет даже прикасаться к этому И это все потому, что если ты туда влезешь, то попадешь в эту серую территорию, где южная авиакомпания, все эти странные оружейные сделки Кое-кто заработал хорошие деньги А наши разведслужбы уже очень давно вовлечены в нелегальную торговлю оружием и нелегальную торговлю наркотиками И банки тоже HSBC попались на отмывание миллионов долларов мексиканских наркокартелей, и никто не оказался в тюрьме Никто Сэма Бенкомана Фрида с его FTX-ом сейчас снимут обвинения по 10 из 13 вменяемых ему статей А он единственный, кто был арестован за то, что FTX предположительно брала деньги, выделенные Украине, и отправляла их обратно демократам И ничего Хочу сказать, что так много подобных примеров, что это просто взрыв мозга И как я указала в первой части своей книги, что вообще-то огромная часть Уолл-стрит зависима от отмывки денег с наркотрафика Если мировая торговля наркотиков остановится, то банки просто рухнут, это безумие У нас такая коррупция, что просто не верится, и до тех пор, пока мы не поймем масштаб проблемы, мы не сможем ее решить Потому что, если вы считаете, что вокруг Диснейленд, то ваши решения проблемы не будут соответствовать тому, что на самом деле творится Ничего не исправится И большинству людей даже трудно думать о таких вещах Эти люди, которые идеализируют Вуди Аллена, говорят мне, какой он замечательный, бла-бла-бла И когда они сталкиваются с реальностью, то у них наступает когнитивный диссонанс Почему он... Почему его так продвигали и так нахваливали даже после того, как он все это натворил? Ну, наши органы коррумпированы в самой своей основе, и они потакают этому И если ты в нужной тусовке с нужными людьми, то такие вещи их не особо волнуют Мы, как американцы, должны быть очень раздражены существованием очень могущественных деятелей элиты, которые считают такое поведение нормальным И если их даже ловят, с ними ничего не происходит Именно Это страшно Да, но если ты, не знаю, пацан во Флориде, и ты попался с косяком не тому копу А Вуди Аллен может совратить двух детей, ничего страшного, не знаю Я хочу спросить тебя Вот такие двойные стандарты Я думаю, это вполне очевидно Мне интересно, что ты скажешь по этому поводу Знаешь, когда люди хотят избраться на должность, когда они хотят избраться президентом или что-то такое, то они говорят о разных проблемах, правильно? Построим стену, я за нее Обама Кэр, доступная медстраховка, ну, то есть цена страховки Иммиграция, налоги, богачи, топ-1%, миллиардеры, обо всем этом они говорят Как думаешь, если кто-то из кандидатов даст список из десяти проблем и в первой пятерке будет «давайте расследуем, что на самом деле творится со всем этим» Как думаешь, вот это будет тем, что срезонирует с миллионами американцев, что они захотят докопаться до сути? Да, и думаю, я так потому, что даже сегодня, несмотря на всю эту дезинформацию из главных СМИ по темам типа Эпштейна, люди такие, я бы хотела взглянуть на список клиентов Эпштейна И я думаю, это и есть та единственная причина, по которой им пришлось взяться за Гислейн Максвелл Потому что поначалу они такие, ну, Эпштейн мертв, все кончено, а люди такие, а Гислейн Максвелл? Я имею в виду, что интерес общества никуда не денется, а многие из тех органов считают, что им надо бы хотя бы делать вид, что они этим заняты, даже если они ничего особо не делают Но меня беспокоит, что будет, если... Ведь сейчас маски уже почти сброшены, по крайней мере, с ФБР и юстиции А что будет, когда они их вообще снимут, и им даже не придется притворяться органами, которые несут ответственность, которые заботятся о демократии и законности? Мне было бы очень интересно, если бы кто-то решился избираться таким образом Мне было бы очень интересно посмотреть И, кстати, кто бы не решился расследовать Эпштейна, это должен быть тот, кому не нужны деньги с Уолл-стрит Кто бы это ни был, кто захочет выяснить, кто там в списке Эпштейна, сможет сделать это, только если не будет брать деньги с Уолл-стрит Что сразу убирает 95% кандидатов И, кстати, знаете, кто в списке тех, кому не нужны деньги с Уолл-стрит? Вивеку не нужны деньги с Уолл-стрит, Трампу не нужны деньги с Уолл-стрит Еще паре людей не нужны деньги с Уолл-стрит Всем остальным нужны деньги с Уолл-стрит Субтитры создавал DimaTorzok